итак всем привет это я антон пункток сегодня я буду в качестве ведущего а гостем у нас будет марк гальперин марк привет привет да добрый вечер всем привет начинаем наш эфир марк как настроение отличное скоро весна правда здесь москве еще холодновато но я надеюсь распогодится и все расцветут и будут радоваться жизни вот смотрите марк несмотря на то что у него сложный жизненный путь он оппозиционер подвергался неоднократно репрессиям вот в сегодняшний такой день обычный российский понедельник чувствует себя хорошо не унывает марк можешь рассказать о том как ты начинал начинал политическую деятельность да может быть какая-нибудь первая твоя акция но в 2010 году я подал в конце заявку на то чтобы вступить в какой-то партию или движения но где-то в осень я просто сказал себе но сделай что-нибудь вот понятно что ты там недоволен возмущаешься так про себя что называется но сделай в реале что-то нашел в интернете 1 же оппозиционная партия которая мне попалась но это было не партия это было движение и сейчас она есть солидарность я туда подал заявку там куда-то она потерялась второй раз падал в общем вступил в эту партию движение и за одно еще и в парнас они были вместе вот и начал потихонечку ходить на акции протеста но они такие были как разрешенные то есть либо митинги либо шествия либо опросы общественного мнения но вот то что считать сейчас считается санкционированными акциями вот два годика походил или три я уж не знаю и и мне одна из оппозиционер сказал ну надо делать майдан надо делать революцию в общем и я так репу почесал в общем но это же серьезная вещь тяжело на это решиться в общем я три недели думал или может быть ближе к месяцу и это был февраль тринадцатого года и в конце февраля тринадцатого года я сделал объявление значит кто хочет переговорить по теме демократической революции приходите на пушкинскую площадь 7 часов вечера позвонил с но не позвонил написал своим друзьям приходите обсудим вопрос пришло 10 человек там рядышком эшники были наблюдали смотрели полиция что почем ну просто так мы собрались без всякого без плакатов без ничего поговорили разошлись следующую неделю я по-моему по средам выходил вот опять написал пушкинская площадь приходите в общем провел таким образом несколько встреч ну и дальше пошло поехало от встречи я перешел к пикетам мои друзья делали пикеты потом забросили это занятие я возобновил и уже поменял точку стал ходить на не на пушкинскую площадь на манежную там стоял в пикетах в общем пошло поехало вот смотри ты говоришь что в начале получается 2013 года ты начал самостоятельную такую деятельность а это у нас был февраль правильно а когда появились первые репрессии когда первый раз тебя вызвали или задержали ну это одиннадцатый год то есть события нет я имею ввиду с того момента как самостоятельно начал двигаться в тринадцатом году феврале ты горж начал вот собирать людей проводить какие-то акции и через какое время была репрессия но я уже не помню потому что все это чередуется и мои так скажем акции и общеполитических там где я принимаю участие ну то есть я не помню когда меня начали прессовать именно по то что касается лично меня но в свое время 212 против меня возбудили и сутки сидел в этих самых спецприемниках но я не могу идентифицировать дату когда вот я объявил на мирной демократической революции и меня соответственно за это запрессовали то есть вот как зрители могут увидеть то есть если вы что-то начинаете сразу вас никто в кутузку не тащит не бьют и в принципе если заниматься мирным протестом можно им спокойно заниматься марк а когда первый раз ты вот эти прогулки свободных людей всеми известны когда они такие вот начались уже я помню точную дату это 9 октября шестнадцатого года это день рождения немцова вот первую прогулку я провел то же самое значит я ее это идет давно вы нашел года два или три или четыре в общем после того как на триумфальной площади значит стали разгонять собрание по 31 числам я подумал что ну поскольку мы стоим на месте нас легко вытолкнуть там упаковать и прочее а мобильный формат он довольно таки это труден для задержания в общем я поделился опять же с той же оппозиционеркой этой мысли она сказал мне фигня не пройдет не прокатит но я в общем эта мысль у меня все равно сидела и когда я стал себя ощущать более таким продвинутым если можно такое слово сказать политическим деятелям когда у меня накопились люди что называется нет не не в моем подчинении естественно в кругу так скажем общение то я их пригласил пришло где-то ну не знаю 30 можно быть 35 человек на первую прогулку а вот это было достаточно так тревожно потому что я думал что сразу упакует нас но нет первая прогулка прошла на редкость удачно мы даже провели не то что микрофон но такой микро и мини интервью на красной площади потом нам это запретили делать вот но вот она 9 октября состоялась в полном формате от триумфальной площади до опять же немцова масла марк смотри к тебе вопрос как раз по теме прогулок вопрос из чата сколько пар обуви стаптывает марк гальперин за год гуляя на своих прогулках по москве но смешной вопрос нисколько это не больше чем ходить на работу я тоже так думаю вот ну вопрос есть вопрос мы на него ответили зрители будут довольны смотри еще есть такой вопрос вот я знаю многие знают что последние санкции которые у тебя были это домашний арест да да сколько он длился и почему он начался он длился 8 месяцев против меня возбудили уголовное дело 280 часть 2 это экстремизм я получил сейчас я нахожусь под условным сроком два года условные три года испытательный срок из них вот по домашним арестом был 8 месяцев и какие какое положение у тебя был на домашнем аресте все можно было с кем-то общаться пользоваться интернетом интернетом было нельзя пользоваться на общаться можно было потом это запретили в общем ко мне приходили друзья то есть это я не чувствовал что я совсем оторван от общества но скажу вам что домашний арест это неприятно у меня после домашнего ареста еще два месяца был такой синдром а неужели я могу выйти на улицу в то время в которой я хочу у меня были прогулки что называется если говорить по так скажем по за использовать язык всем вот но строго определенные часы и если бы я и эти часы так скажем нарушал но я никогда не нарушал то были бы меры воздействия вот после того как окончился домашний арест я еще себя два месяца ловил на не на слове а на том что ну неужели я могу выйти из своего дома а ты помнишь свои эмоции когда вот наконец-то тебе можно было вот выходить и начать опять проводить прогулки каковы твои эмоции были но я очень осторожно то есть прогулки не прерывались ни на одну неделю вот без меня люди проводили прогулки я просто присоединился после домашнего ареста очень аккуратно подошел не сразу присоединился к прогулкам обошел площадь триумфальную на меня стали смотреть сотрудники полиции и эшники я тоже так на них так посмотрел но присоединился так аккуратненько вот так что потихонечку надо вообще все во всем делать эксперимент сразу на рожу он может быть и не получится лезть а по чуть-чуть по чуть-чуть и все наладится быть что называется аккуратней марк вот еще один вопрос из чата людям который подходит к тебе на прогулках подходит ли они вообще что обычно спрашивают приходят новички что называется просто так мы никого не ловим что называется прохожих прохожие боятся но не то что боятся они так осторожно относятся мы собираемся на пушки на пушкинской на триумфальной площади и там какие-то экскурсии тоже проходят некоторые путают нас с туристическими группами подходе спрашивать вы кто такие вот мы говорим мы политические активисты мы против путина и нашим правду матку половина вот такие глаза сразу квадратные а половина да да молодец в общем поддерживает но не присоединяются так что те кто присоединяется это видит объявления в интернете личные приглашения случайных людей на прогулках нет а бывало такое что приходили какие-то люди вот явные прям провокаторы которые провоцировали на драку оскорбляли или еще что-то делали такой нет такого не было за исключением нодовцев сербовцев они три раза к нам ссувались что называется вот но значит мы терпели первые два раза на третий раз просто им сказали ну будет физическое столкновение в общем попытались их вытеснить больше они не приходили но они поняли что значит четвертый раз будет просто драка это смотри еще такой вопрос а как часто бывали на прогулках задержания ареста может быть какие-нибудь да было четыре раза или три раза я могу ошибиться по четыре раза потому что я дважды ну как сидел либо в спецприемники либо по домашним арестом без меня вот эти были так скажем микро задержания значит дважды мы просто случайно попадали как кур в ощупь что называется кто-то проводил какие-то акции в те же дни что и мы но какие-то фейковые непонятные там типа революцию объявляем все приходите на манежку в это же воскресенье только там допустим в 12 часов а у нас два часа прогулки ну и нас там упаковали опять же без меня это было вот дабы предупредить это потом кто-то один из оппозиционеров но не наш выбежал с плакатом к нам и встал ну и полиция задержала еще какие-то два случая были но такими но не мелкие но короче отпускали без протокола иначе говоря серьезных вот таких репрессий что прям вот человек 30 суток получилось 100000 штрафа такого не было всегда обходилось без каких-то мощных репрессий здесь кстати у нас обращу внимание на чат у нас есть пожертвование в суперчате от светланы герасимова спасибо светланы герасимов за пожертвования это очень оригинально потом у меня еще одно обращение так как чата друзья марк гальперин у нас за последнее время первый раз вот так как гость да он обычно выступает города на связи если у вас есть какие-то вопросы интересные которые не подходили до этого под формат города на связи задавайте их сегодня потому что у меня на самом деле не так много вопросов заготовлено так марк и такой интересный вопрос у меня соратник мой ему было интересно еще наверное год назад а где ты вырос марк чем занимался я вырос в риут и вот там где сейчас живу в риутовском роддоме родился это подмосковный город риутов на востоке от москвы находится рядом с нкадом я вот здесь и учился в обычной школе об образовательной плюс музыкальная школа потом поступил в автомеханический институт в середине отслужил в армии потом стал работать маркетологом не по специальности я заходите закончил автомеханический институт по автомобилям но тут не до этого было все заводы разваливались никому не нужно было вот работал все время маркетологом и большую часть маркетинга именно в телекоммуникациях войти и сейчас тоже вот работаю но фрилансером пишу статьи по телекоммуникационный по беспроводным средством связи по телекоммуникационной направленности марка вот смотри ты рос развивался можно сказать коренной москвич житель московской области да как за время твоей жизни изменялись твои политические взгляды и изменялись ли они вообще я не был ярым демократом просто боролся с несправедливостью вот в 2000 году например я избрался в тс же не председателем а вот одним из чем правление тс же и мы снизили квартплату вдвое то есть фактически в дважды там расценки были завышены в два раза после этого нас выкинули тут же ну вызвали в префектуру и сказали пошел вон у вас будет другой председатель не тот которого вы выбрали вот ну вот такая это общегражданская так скажем марк смотри есть такой вопрос а ты на данный момент состоишь в партии пар нас нет не состою была перерегистрация и то ли мне не сказали то еще что-то общем короче после перерегистрации нужно было подать заявление снова а я не не подал поэтому я беспартийный сейчас и есть такой вопрос гость вот у нас зритель пишет что если я не ошибаюсь пар нас поддерживала власть ошибаешься власть никогда не поддерживала пар нас ни одну из демократических партий власть не поддерживал а пар нас поддерживал власть ну еще бы конечно нет вот вопрос такой у нас снят и смотри у нас такой вопрос от молодых ребят по поводу так я обычно это называю поколение советских людей то есть люди которые закончили мы получили образование в советское время ты чувствуешь вот эту разницу между современным поколением и поколением своим более старшим ну конечно чувствую каждое следующее поколение лучше предыдущего ребята молодцы ребята мыслят прагматично свои мысли у них правда отобрали возможность действовать но и советское время ни у кого не было возможности действовать так что здесь мы в равных условиях но сейчас я вижу они уже мыслят общее даже не европейскими общее цивилизации цивилизационными мыслями постулатами то сейчас мир един и нету даже деление на запад восток и прочее есть вот общем мировые ценности вот их если придерживаются то ты молодец вот они их придерживаются смотри а если бы вот сейчас до нашего времени оставался бы советский союз ты бы был так называемым диссидентом боролся бы с этой системой я не знаю я не могу ответить на этот вопрос только практика может показать если меня вернуть туда ну если я скажу что да был бы конечно но это чем докажешь не могу доказать мне ну да да и еще в эту же тему добавлю такой вопрос ностальгируешь ли ты по каким временам и по каким временам ты ностальгируешь нет по советскому союзу я ни капли не ностальгирую можно сколько угодно говорить что да я получил хорошее образование все туда-сюда но советский союз это тоталитарное государство я по нему ни капли не ностальгирую я ностальгирую но это нельзя так сказать по будущему будущем будет все лучше вот я хотел бы быть в будущем а не в прошлом вот участники нашего чата пишут марк привет привет тебе пишут долой путинизм долой вот много всего интересного делятся позитивом и как обычно между собой спорят я опять напоминаю что в гостях у нас марк гальперин гражданский активист из москвы и вы можете сегодня задать ему интересные вопросы и он с радостью на них ответит так у нас еще есть такой вопрос по поводу знакомства с мальцем расскажи как ты познакомился как вот это все произошло я пропагандирую идею демократической революции он тоже пропагандировал эту идею но мне так скажем сказали но объединитесь чего там в рознь все это делаете я ему написал он и не ответил я ему еще раз там где-то написал не ответил но видимо он ему не до этого было не до прочитки мессенджеров так скажем вот потом он стал баллотироваться в думу от парнаса и уже намечал с его поездка в москву вот все это было на мази это 16 год был но я уже просто тут на храпом взял там был у него помощник забыл как его зовут чем сейчас он не с ним куда-то пропал короче я этого помощника взял за жабры вот говорю давай знакоми меня вот но в конце концов все-таки мы встретились но и дальше уже может на одной волне в принципе нам не нравится вот этот строй которая есть ну и пошло дальше все вместе и такой тоже вопрос есть опять про мальцева вот мучает людей этот вопрос он звучит примерно так что почему-то не уехал вместе с мальцевом но это очевидно да у каждого свой путь я немного его перефразирую спрошу вот если бы случилось подобной ситуации как у мальцева ты бы остался или уехал этот трудный вопрос потому что в принципе это же не не столько моя идея назначить на 5 11 это его и идея он хотел сделать эту акцию именно 5 числа моя идея все-таки готовить революцию если нет революционной ситуации то и но смысла выходить нету именно на революцию нужно выходить периодически наращивать свое присутствие на улице все больше и больше там пять тысяч десять тысяч пятьдесят тысяч сто тысяч и когда вот ты почувствуешь что вот все уже миллион скоро будет который не уйдет тогда да говоришь все выходим такого-то числа именно на революцию ты понимаешь что за тобой там полмиллиона есть но и миллион еще будет вот поэтому меня спрашивать о том почему как бы я поступил тот момент я бы просто не объявил пятый одиннадцатый не чувствую революционной ситуации я бы объявил просто это акция протеста выходим ну как на прогулке объявляю выходим между на прогулках не говорю что мы сейчас пойдем на кремль и там все это будем делать и мы так плавно подходим уже вот к основной теме который любит рассказывать марк про будущее да и я задам такой вопрос твое отношение к люстрации отношение к ней и как ты ее видишь да у меня есть подробный текст по поводу люстрации я его даже не год и не два давно написал там по пунктам вот во первых я за люстрацию если не провести люстрацию то ты себе в мину замедленного действия да какое замедлено на тут же на первых же я не знаю первые твои шаги будут торпедироваться теми кто остался у власти из предыдущей так скажем обоймы невозможно делать реформу когда тебе палки в колеса ставят ну так скажем пути не стыд вот мы сменили власть и что дальше с кем я буду жирину жириновским там с володином или с кем-то еще делать новую страну прекрасную россии будущего нет конечно нужно люстрировать тех кто был в предыдущей обойме и есть ну не с чистого листа почти с чистого листа начинать все это строить честных порядочных справедливых людей много очень много просто их не допускает власти вот для того чтобы расчистить вот им путь конечно же нужно провести иллюстрацию но очень коротко там допустим единая россия всех люстрировать иллюстрация это не смертельно это никто никого не убивает не сажает тюрьму это ограничение в правах ты не имеешь права выдвигать свою кандидатуру на выборах голосовать можешь но быть кандидатом не можешь и второе ты не можешь занимать государственную должность вплоть до от там от от уборщицы в мэрии до министерского портфеля все иди в частный бизнес то беде и куда хочешь свой свое дело открывай ну короче вот марка смотри а сменилась допустим вот сменили все режим у нас новое государство нужно набирать новых людей и вот так тебе обращаются так скажем революционеры за таким вопросом что в первую очередь сделать какой-то указ реформа может быть какой-то что в первую очередь нужно за что взяться я понял у меня уже прочитал так скажем более свежий материал первоочередные шаги после смены власти зайдите мой же же там есть и по люстрации и по первым шагам после смены власти развернутый документ я все-таки про иллюстрацию скажу в каждой области нужно ее провести и в силовиках и у журналистов и из у судей и вот куда ни возьми фсб и там и прочее прочее везде нужно делать люстрационные комитеты как хочешь назови команды или там в общем где будут работать в люстрационных но комитет пусть будет комитет а плохое слово не важно специалисты в своей области допустим журналист он хорошо знает кто там продался кто нет он будет возглавлять этот комитет и соответственно всех вот продажных журналистов будет гнать судьи там соответственно среди нас среди оппозиционеров очень много юристов не все знают какие судьи там все эти решения готовили кто участвовал схема всех их долой то же самое там мвд армии и прочее прочее везде в каждой области есть компетентные люди вот они должны возглавить вот эти комитеты и заняться грамотно вот иллюстрационными списками и не допустить к новой на власти людей теперь переходим к этому вопросу который ты задал первоочередные шаги ну вообще шаг номер ноль даже не первый это освобождение всех политзеков но тут просто на следующий день после смены власти все политзеки будут освобождены это шаг номер ноль а шаг номер один два и три это конечно же вот реформы демократические реформы подготовка честных выборов она должна быть не на не на следующий день честные выборы через полгода к примеру надо людям дать подготовиться чтобы они провели свою кампанию агитационную встретились с людьми и прочее прочее и вот значит все должности которые сейчас есть должны быть переизбраны от муниципального депутата до президента какие там должности это губернаторы мэра городов дубцы ну вот все что у нас сейчас есть избирательный процесс он в принципе правильный просто нужно убрать из него административный ресурс и и чтобы выбор или были были не назначением а вот действительно выборами потом реформа конечно же средства массовой информации средства массовой информации просто освободить журналистов и всех всю прессу все все средства массовой информации от цензуры у них есть сама цензура они понимают что хорошо что плохо но там условно говоря ругатым ругаться матом нельзя на телевидении все они это знают но затыкать рот каким-то политическим деятелям и течением нельзя все политическая цензура запрещена потом реформа судей судебной системы понятно что вот сейчас вот позвоночное право надо исключить суд должен быть независимый вот у адвокатов есть адвокатское бюро конторы ну все вот это сообщество они саморегулируемые вот так же и должно быть у судей они должны быть саморегулируемые убрать председателей суда все судьи должны быть одинаковые иметь одинаковый статус от самого маленького как сейчас до самого большого все должны быть равны не должны быть маленьких и больших у всех судей должен быть одинаковый статус и вот такие реформы надо проводить в каждой области и в социальной сфере в силовиках и так далее вот у нас огромное поле непаханное везде надо все это делать отменить все эти дурацкие законы думы которые она напринимала за 19 лет ни одного толкового нет ну в общем выше крыши работы ну а как же вот говорят есть толковый закон что теперь можно собирать валежник ерунда все это просто отмените этот закон ну человек может собирать валежник просто по умолчанию это здраво ну да если не будет закона значит никто это не регулирует вот здесь как раз про сми есть вопрос твое марк отношения к эхо москвы и хорошее и плохое дело в том что власть специально оставила вот такую форточку в виде эхо москвы все законопатить нельзя иначе действительно разорвет паровой котел будет нагреваться парфюм и прочее вот нам оставили такую отдушину кто хочет вот там идите и говорите и даже в этой отдушине далеко не все принимают участие например слава рабиноича не пускают я уж не знаю он же может и не материться знать почему его не пускают короче это не совсем вот просто вот открытая что называется дверь для всех я там пару раз написал возьмите меня там в качестве ну вот возьмите интервью нет не прочитали мое письмо но у меня там есть блог я одно время писал туда половину текстов принимала половины нет в общем я плюнул перестал туда писать ну в общем у меня хорошее отношение к эхо москвы но как бы четверку поставлю пятерку нет ага смотри марк еще такой вопрос считаешь ли ты возможным создание военной диктатуры нет конечно ну что это такое возьмите кампучи военная диктатура треть населения убили мотыгами ну что это такое советский союз то же самое военная диктатура но она политическая тире военная ну миллионы убитых так смотри здесь такой шутливый вопрос но я его зачитаю можно ли прийти с гармонию на прогулки свободных людей и что за это может быть ну приходите я уже сказал надо экспериментом все это проводить вот мы потихонечку вводим наше новшество одно когда уже мы десятка полтора было прогулок мы стали носить бейджики с флагом россии сначала один-два флага вот ну смысл одни-два бейджика прокатило потом я напечатал штук 100 вот этих бейджиков и раздал людям все нормально у меня есть такой бейджик лежит в шкафу храню не выкидывай никуда да сейчас покажу где то у меня тоже тут есть вот и то же самое с флагом начал парень у нас ходить с флагом ну первый раз когда он пришел мы думали все сейчас как бы нас завинтят нет прокатило с флагом все хорошо так что если кто-то с гитарой придет или с гармошкой я уже не знаю ну приходите попробуем если завинтят значит больше не будем с гармошкой ходить то есть я просто добавлю да правильно я понял что таким образом потихоньку потихоньку мы приучаем и полицейских и всех окружающих к тому что это норма да да все верно но мы на рожон не лезем значит для полицейских табу слово путин у нас есть парень который там наклейки у себя вешает на спине флагоносец так скажем он же что когда он вешает наклейку навальный ес или там что-то навальный все это прокатывает а когда он написал путин зло подошли полицейские сказали снимите и он и он на себе почувствовал каково это зло да да но я сказал да это у меня нету задачи вот прокричать самим себе что путин зло но мы это и так знаем у меня задача как можно больше людей что было на прогулках если нас будут прессовать винтить в автозаке и прочее то тогда люди перестанут ходить ну какой то маленький костяк останется непримиримых а остальные перестанут ходить поэтому из двух зол я выбираю меньше от того что не будет человек с наклейкой путин зло ну прогулки сильно не пострадают от того что нас всех упакует в автозак прогулки пострадают поэтому ничего страшного смотри вопрос по триколору да по нашему российскому флагу как ты к нему относишься я отношусь хорошо ну давайте историю возьмем этот триколор придумал Петр Первый в принципе это был плагиат он взял голландский флаг и просто переставил местами синий белый ну по другому немножко порядок изменил это плохо плагиат это плохо но в принципе коль уж это идет с петровских времен пусть и идет поэтому я отношусь к триколору хорошо многие ругают что это власовский флаг и прочее ну возьмите Петра и Власова это разные эпохи когда был Петр когда был Власов мало ли кто будет носить этот триколор ну чикатило наденете его и что мне теперь выбрасывают это все равно что говорить что сталинский Кремль потому что там жил Сталин ну да то есть я хорошо отношусь к флагу это флаг моей страны смотри мы с тобой поговорили о том что нужно будет сделать иллюстрацию ты рассказал про разные реформы которые ну нужно будет сделать да а еще вот такой вопрос по поводу нашумевшей пенсионной реформы какой ты ее видишь вот в идеальной нашей России будущего какой ты видишь пенсионную реформу я понял что не вопрос то у меня есть отсылка к ЖЖ там я тоже написал какая должна быть реформа конечно же должен быть запас между сроком так скажем жизни и сроком доживания сейчас этого запаса ну или нет ну для мужчин по крайней мере или он небольшой средняя продолжительность жизни там я уже забыл близится к семидесяти годам а мужики выходят в 65 ну что это такое пять лет срок доживания ну ни о чем и что касается пенсионной реформы это ключевой вопрос без всякого срока доживания значит деньги которые человек отчисляет от своей зарплаты они идут в пенсионный фонд сейчас я считаю что они должны идти на его личный персональный счет он не имеет права воспользоваться этими деньгами до выхода на пенсию тут уже не имеет значения 60-65 лет да хоть 100 лет не важно вот до определенного срока деньги хранятся на его счету аккумулируются проценты идут все замечательно как только он выходит на пенсию он открывается для него этот счет ну в банке естественно в каком хочет там в сбербанке или в коммерческом это уж он сам решает вот и он пользуется этими деньгами если он не доживает до пенсии то эти деньги переходят его ну вот кому он назначен детям внукам кого он в завещании укажет вот и все это решение пенсионного вопроса так еще вопросы еще вопросы про реформы я думаю марка на этот вопрос ты ответишь так же ярко какой ты видишь армия призыв или контракт только контракт только ну я был призывной армии ну чушь собачья все ждут считают дни до приказа но смысле не до приказа до дембеля ну я ни одного человека не видел кто добровольно пошел в армию вот мы в там целая дивизия была куча полков все ни одного я не видел ни одного ноль все хотели домой поэтому армия должна быть конечно человек должен осознанно идти его нельзя туда загонять тем более сейчас действительно сложное вооружение с автоматом не побегаешь только контрактное потом разные интересные вопросы я не на некоторые ты уже как будто знаешь да и уже ответил на некоторые вопросы примерно 6 вопросов мне пришлось вычеркнуть смотри у нас еще есть такой вопрос ну это понятно люди ради хохма задают но я его все равно озвучу между СССР и путинизмом что бы ты выбрал путинизм и почему ну СССР это вообще тоталитарный строй это психушки для политзеков это если мы ну будем давайте так 70-е годы и ниже 60-е это психушки для политзеков дальше это ну хрущевская так называемая оттепель но это нифига не оттепель это все равно репрессионное государство чуть до 53-го года соответственно это вообще тоталитарное государство это огромное количество заключенных в том числе даже кто был в плену воевал за Советский Союз за свободу вернулся и вот тебе посиди в тюрьме до этого соответственно репрессионная машина все помнят 37-й год но это не один год людей убивали это целое десятилетие там 20-е 30-е годы если спустимся еще ниже то соответственно военный коммунизм диктатура не пролетариата а диктатура партии вот в КПБ и все это расстрелы это гражданская война надуманная когда брат брата убивал ни за что то есть кто-то считает 60 миллионов погибло кто-то считает что там 10 миллионов гибло но это миллионы миллионы Сталин расстрелял человека статистические данные когда по переписи население ему вынесли то что это принес более-менее справедливые данные честное. А это ему не понравилось. Новый человек пришел, нарисовал то, что нужно. Короче, это миллионы, десятки миллионов жертв. Сейчас у Путина нету репрессионной машины. Эти люди по воровству. Они не могут запустить вот этот маховик 100 миллионов миллионных репрессий. Вот точно, да, запугать меня, там еще кого-то посадить, Немцова убить и прочее. Это они могут. А вот так, чтобы сотни тысяч, миллионов загнать в концлагеря, такого у них просто нету, у Путинистов. Поэтому, если бы я был в космосе, и мне сказали бы, куда ты хочешь, в Путинизм или к Сталину, я бы все-таки в нынешнее время попросил бы меня отправить. Отличный ответ. Марк, и вот тоже вопрос есть по поводу нашего будущего. Сейчас я его, еще раз, длинный такой вопрос. Как бы вот сформулировать более кратко. Как ты, Марк, относишься к тому, что Российская Федерация распадется на национальные республики? Плохо отношусь. Я за Единую Россию, но в не смысле партии. Кто-нибудь вырежет, и Марк окажется сторонником Единой России. Да, да, да. Было интервью у Демушкина там, они шутили вдвоем с Милашем, там, за Сион, за Сион. И Демушкин сказал, ну все, вот это вырежут, что Демушкин за Сион. Вот. Я за Единую Россию, как за территориальную такую целостность в России. Я против того, чтобы отделялся там, я уже не знаю, Башкатарстан, Татарстан, или, не знаю, Уральская народная республика, какая-нибудь будет, или даже Домодедову хотели сделать некоторые люди, Домодедовскую народную республику. Нет, конечно, мы говорим на одном языке, мы должны жить в одной стране. Проблема-то в чем? Не дают регионам, их же деньги заработанные, все выкачивается, идет в Москву, и потом, так, как голубей кормят, крошки бросают сверху вниз, вот они на эти крошки и живут. Такого не должно быть. Это касается не только денег, это и власти касается. Вся власть сконцентрирована в Москве. Вот только один конституционный суд, который нафиг никому не нужен в нынешней системе, потому что конституция не работает, отправили в Санкт-Петербург. Все остальные органы власти находятся в Москве. Такого не должно быть. Бюджеты, самые главные бюджеты, ну, допустим, 50% всех прибыли должны оставаться в регионах. Ну, к примеру, это должно быть на народном голосовании, люди сами должны... Как ты смотри, есть такое, как, не знаю, его назвать, мнение, желание. Есть некоторые представители малых народов, как и кавказских народов, так и вот у нас здесь на Волге, да, там, татары, чуваши, мордва. Ну, много-много у нас всяких на самом деле народов. Есть коряки. И вот некоторые из их представителей говорят о том, что они хотят, как в Евросоюзе, хотят отдельное свое национальное государство. Как быть с этим? Они хотят, чтобы в этом отдельном малом государстве они разговаривали на своем собственном языке, у них там была какая-то своя маленькая армия. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да, но как раз в Евросоюзе наоборот. Все страны взяли и объединились в Евросоюз. О чем вопрос наоборот. Не надо с ног на голову ставить. Евросоюз это пример наоборот интеграции. И все сейчас спорят там по поводу Брексита, хорошо это или плохо. И сами британцы сказали, все-таки, наверное, надо остаться в Евросоюзе. Чем больше образование, тем оно сильнее и лучше. Собственно, я поэтому за... Я не знаю, можно употреблять третий раз слово «Единая Россия»? Я за целостную Россию. Потому что мы тогда будем сильнее. Отдельная там, не знаю, нефтегазовая Тюменская республика не выживет. Ее китайцы захватят, если они будут отдельными. Марк, и тут сразу смотри вопрос. А если Чечня не хочет жить в составе России, как быть с этим? Пусть отделяется. Да. Вот основной принцип, там, где возможно отделение не внутри границы какого-то... Не разрывая целостность, если хочешь сказать. Да, да. То есть, Чечня и другие Кавказские республики, они имеют границы с, так скажем, с другими странами. Им проще провести референдум и отделиться. И тут сразу опять следом вопрос про Северный Кавказ, да? То есть, если они захотят отделиться, ты не против? Я не против, да. Но прекратится тут же. Вообще, оно прекратится тут же финансирование в любом случае после смены власти. Но если они скажут, ах, вы нам не платите, мы уходим, ну, пожалуйста, уходите. И репрессий никаких не будет? Нет, нет, никаких войск, ну, не хотят, не надо. Потом поймут, что зря отделились. Ну, да, да. Ну, вот здесь пишут у нас в чате Свободу и Чкерри, разные пожелания все друг друга, это тоже отлично. Еще раз, если референдум честный будет проведен без нажима, без там подтасовок и административного ресурса, люди действительно, чеченцы захотят отделиться, но так и быть, нужно, что тут насиловать людей? Вот, если как Мокшер захочет или Коряки отделиться, здесь проблема. Тут у них нет границы с внешними, так скажем, государствами, но это вопрос безопасности, значит, вся остальная Россия их будет защищать, они, соответственно, не будут в этом принимать участие, ну и как дальше, значит, ты пользуешься защитой другого, ну, либо, все это решается гораздо проще, автономные все республики могут иметь свои законы, отличающиеся в какой-то мере от законов российских, российских, дополняющих, развивающих их. Соединенные Штаты Америки, отличный пример, в каждом штате свой закон. Ну, вот федеративное государство Россия, это отлично, вот каждая республика автономная сможет прописать для себя отдельные законы, которые, в принципе, в русле общероссийских. Хочешь язык у себя сделать общереспубликанский, пожалуйста, если кто-то там возмутится, скажет, нет, мы хотим, чтобы было два разных языка, русский и макшанский, так скажем, окей, будет два. То есть, я за то, чтобы люди сами решали, как себе жить, а не в том, чтобы директивно там говорили. так и все. Смотри, я из твоих слов делаю вывод из всех вот этих слов, что нужно просто, чтобы действующая Конституция Российской Федерации работала по назначению, правильно? Ну, конечно. Сейчас ни одной статьи нет, которая была бы не попрана. Вот первую часть Конституции взять, там несколько частей, первая часть полностью, все статьи, там, по-моему, 60 с чем-то, 64, что ли, вот, все они убиты. Надо просто заставить Конституцию работать, ну, или просто дать людям власть, они сами разберутся. Отлично, вот этот ответ. Марк, вот пришли мы к власти, да? Что бы ты изменил в Конституции? Стал бы ты вообще этим заниматься? Да, в Конституции надо изменить всего несколько пунктов. Нам досталась Конституция 93-го года, в которой все ветви власти замкнуты, сконцентрированы на президенте. Это неправильно. И военный министр, и Конституционный суд, и прокуратура, и следствие, и Министерство иностранных дел, и все, и Центробанк, я сколько уже, шесть пунктов перечислил, там, по-моему, или шесть, или семь ветвей власти, сконцентрированы на президенте. Неправильно. Я за парламентско-президентскую республику, где у президента будет гораздо меньше полномочий. Я прошу прощения, я еще не до конца выздоровел. Да ничего страшного, Марк, я вот сейчас зачитаю сообщение, тут в чате пишут уже... Секундочку, и, конечно же, я отменю все эти шесть лет и пять лет, никаких, четыре года, и, естественно, два срока, никаких подряд, не подряд, не больше двух сроков. Можно сказать, ты предлагаешь придать реформе только раздел президент. Да, ну и пять лет не должны эти самые думцы сидеть, только четыре года. Ага, отлично. Так вот, я зачитаю сообщение, что сейчас человек его дублирует, дублирует. Уж так, да? Вся власть Путина держится руками криминальных лидеров. Я уж прочитаю, что человек хочет, чтобы обратили внимание. Тут уже много опять вопросов написали, и написали такую вещь. Марк, к примеру, Казань отделилась. От кого будет ее защищать Россия? Ну, есть внешняя агрессия, ну, как ни крути, Китай наиболее такой опасный наш друг, соперник. И что дальше? Вот, люди просто считают, что, вот я почитал до чата, что если отделится какая-то внутренняя республика внутри России, то ей ничего, кроме России, угрожать не будет. Так ли это? Ну, я надеюсь, что мы же не воинственные люди, но никто же не будет ехать в Казань, брать второй раз ее. Ну, хватит. Мне понравилось насчет второго раза. Мне кажется, некоторые в действующей системе власти как бы время от времени думают, что российские города надо повторно брать. Поэтому у нас разбитые дороги, потому что они снова и снова продолжают регионы завоевывать и обворовывать. я просто дополню. Все эти вопросы о власти возникают потому, что люди отторженные от власти, отстранены от власти. Когда у людей будет реальная власть, они не будут задумываться о том, отделиться или не отделиться. Они будут задумываться, как сделать свой дом лучше. Вот и все. Тут нам пишут, что мы сказочники и делим шкуру неубитого медведя. Мы фантазируем, это никто не запрещал. Даже я слышал, такой один мудрец сказал, что это полезно. Тут также пишут, что Надя Рой пишет, что федерализация это отделение. Что у нас еще интересного? Поработаем немного с чатом. В принципе, на все такие яркие вопросы, которые были в чате, мы ответили. И остается еще один вопрос. Я его так на закусочку оставил. Марк, твое отношение к Российской империи? Я против монополии на власть. То есть, как страна Российская империя хороша, но как схема управления монархия это плохо. Монархия это монополия на власть. Вот кто поближе к Николаю второму так скажем смог протиснуться, тот и молодец. Раз Путин вошел в царское гнездо и рулил, там министры менялись, Столыпин, Витте и прочее. вот кто смог протиснуться поближе к трону, тот и делал либо реформы, либо наоборот, там был такой победоносцев, который наоборот всю эту дремучесть вклинивал, так скажем, вкладывал свои мысли в уста самодержца. невозможно из Питера или из Москвы управлять страной, вот надо отдавать, отдавать власть людям, и тогда будет и конкуренция, и будет рост всего, потому что если тебе говорят, вот именно делай так и все, любую инициативу твою убивают, ты работать особо не будешь, а когда ты чувствуешь, что от тебя зависит и твое предприятие, и твоя улица, город, и все остальное, ты хозяин своей страны, никакой монополии власти в Кремле нету, все это твое, ты идешь в рост, страна поднимается, демократия на этом основана, так что я против. Марк, и тут опять у нас такие вопросы сегодня, по горячим прям сразу, империя или конфедерация? Вот одно из двух. Ну конфедерация, конечно, я уже ответил. конфедерация, итак, смотри, я сейчас чуть-чуть еще гляну, у нас здесь резко чат оживился, как ты начал отвечать на эти вопросы, так, вообще чат за последние, я бы сказал, 20 минут стал очень живой, я прям не успеваю, ребята, смотреть, что вы тут пишете, смотри, есть такой вопрос, демократию, ее достаточно дать людям или нужно людей учить, как ей пользоваться? Учить, конечно, но вообще такое есть определение, как свободу не дают, свободу берут, то есть демократия, она получается в результате борьбы, человек хочет этой демократии, хочет свободы, он ее завоевывает для себя, для своих близких, для страны, но уже после того, как он завоевал, настает вопрос, ну не все же воюют за демократию, там 10-15 процентов хотят ее, а остальным все равно, где жить, в демократии или в тоталитарном строе, так вот всех остальных надо научить демократии, научить пользоваться, вплоть от своего подъезда до президентского кресла, вот кто где сидит, вот на экскурсии, что называется, водить, я не знаю, в Европу, чтобы люди поехали, посмотрели, как это все происходит, вовлекать людей надо в процесс управления своей страной, своим домом, чем больше человек участвует в каких-то общественных организациях и движениях, тем лучше, вот сейчас обратный, ну не обратный процесс, сейчас люди ни в чем не участвуют, вот только у своей семьи, и все, вот я хочу, чтобы люди создавали какие-то общности людей, ну это автология звучит, но все равно, чем больше мы будем в разных состоять, даже не политических партиях, а просто в общественных организациях, чем больше мы будем следить за тем, что происходит в своем городе, на своей улице, тем лучше, вот этому надо учиться, можно на курсы отправлять, можно передачи делать, но этому нужно учить. Можно без конца показывать примеры по телевидению, например, да? Да. Смотри, у нас время от времени, последнее время, время от времени начали появляться иностранцы в чате. И вот вопрос из Латвии. Зачем надо быть сильным? Ну, по-моему, логично, чтобы противостоять внешним угрозам. Так, отлично. Ой, здесь такой гоголь-моголь пишет, у нас такой есть пользователь интересный, он прокомментировал когда-то рассказывал про демократию следующими словами. Это типа, я вас научу демократии, детишки. Ну, это смешно звучит, но это так. Ну, вот человек никогда не жил в демократии, раб. Его надо научить. Вот, ну, не знаю, это легенда, или как это хочешь, называй. Моисей 40 лет водил по пустыне, хотя там две недели и все, весь путь из Египта в Израиль. Он водил для того, чтобы умер последний раб. Вот, рабская психология, он хотел прийти на свою землю обетованную, чтобы пришли свободные люди. А раб, он тащит с собой вот это все, совок, так скажем, что начальник, прав я, неправ, и так далее. вот, ну, да, надо учить демократии, это не зазорно. Повторение, говорит, мать учения. Итак, ребята, у нас остается пять минут на то, чтобы вы задали еще какие-то интересные вопросы. Вот, еще у меня здесь, я сейчас посмотрю, что мы, может быть, пропустили, про прогулки, Марк рассказал, как к этому всему он пришел, кто у нас пропустил, кто пришел не с самого начала. Вначале Марк рассказывал, как он пришел в оппозицию, с чего он начинал, он рассказал про свой домашний арест, он даже рассказал про сколько пар обуви он стаптывает, пока ходит на своих прогулках. За вот эти пятьдесят минут Марк ответил, ну, наверное, на двадцать, двадцать пять интереснейших вопросов, поэтому советую эфир пересмотреть, кто не смотрел. А в заключение, как Марк у нас любит говорить по средам в передаче «Города на связи», в заключение политическая реклама. Марк. Да, политическая реклама. Я сейчас езжу, не очень часто, но езжу раз в месяц по городам России, по оппозиционным, так скажем, точкам, не просто с визитом в город, а встречаюсь с Яблоком, с Парнасом, но все вместе с представителями штаба Навального, с Открытой России, с другими, просто с гражданскими активистами. И требуется нам сейчас объединить все протестные силы на горизонтальном уровне. Мы видим, что вертикальные, так скажем, наши медийные оппозиционеры не могут объединиться. За 19 лет так они не создали ничего. Была попытка Координационного Совета создать, но Координационный Совет распался. Я знаю, как объединить на других условиях, с тем, чтобы Координационный Совет номер 2 не распался. Но, в общем, этим надо заниматься. В России, я думаю, что не меньше, чем 300, а может быть, и больше активных участников протеста, за которыми люди стоят. Вот этих 300 спартанцев надо объединить вместе, но для этого нужно ездить, встречаться, работать по скайпу, живую. И когда мы все гражданские политические активисты, лидеры, так скажем, групп протеста объединимся, ради великих наших целей смены власти, самая главная цель, но промежуточная цель, это, конечно, проведение акций протеста, нарастание протеста. Вот когда мы объединимся, мы сможем действительно проводить и 100-тысячные митинги, и больше. Вот к этому надо стремиться, и сейчас, кто хочет, пожалуйста, давайте включайтесь в процесс, будьте одним из 300 спортданцев протестного движения. И на этой замечательной речи мы заканчиваем. Хочу всем напомнить, чтобы вы ставили лайки, делали репосты, оставляли комментарии под видео, и обязательно приходили на наши эфиры, приглашаю всех в среду в 19 часов по Москве на эфир, где мы будем вести с Марком Гальпериным вдвоем города на связи. На этом пока, до встречи. Спасибо, друзья. Вместе победим. Спасибо. Спасибо.